Всем привет! Меня зовут Алексей Архипенко. И сегодня я расскажу про систему Notstiper, которая занимается преобразованием текста в музыку. Это моя разработка. И, конечно, в интернете есть много разных систем, которые преобразуют текст в музыку, но у этой системы есть свои особенности. И, наверное, одна из самых главных особенностей это то, что она может не просто преобразовывать некий текст, который уже написан, а она преобразует сам процесс печатания текста в музыку. Фактически, печатание текста становится исполнением текста на клавиатуре. Ну и второй особенностью программы является большое количество настроек, которые позволяют обработать фактически один и тот же текст, наверное, с сотнями разных вариантов. Сразу покажу примеры работы программы, результаты. Они выложены в YouTube, все ссылки вы найдете под видео. Вот, например, одна из обработок текста. Вот, в этой обработке используется один механизм, здесь, например, другой. Есть еще один алгоритм. Еще один. Вот, ну здесь достаточно большое количество примеров. с разными алгоритмами, и на самом сайте системы можно посмотреть, как конкретно получена каждая обработка, и даже использовать точно такие же параметры обработки для своих записей. Система находится в открытом доступе. У нее есть своя страничка на SourceForge. Здесь можно как зайти, собственно, на сайт этой системы, так и скачать себе копию и уже работать со своей версией, там, и фактически ни с кем не делиться текстом и результатом. Вот это публичная версия системы. И здесь на главной странице уже есть некая вводная информация, ссылки на дополнительные видео, на дополнительную информацию, на дополнительные инструкции. Вообще, для кого может быть интересна эта система, тоже здесь написано, кстати, это могут быть исследователи, которым интересно поэкспериментировать с преобразованием текста в музыку и изучить какие-то фундаментальные взаимосвязи между текстом и музыкой. В том числе, система содержит разные алгоритмы, вообще музыкальные, и сама работа с ними тоже может быть интересна. Затем, конечно, это музыканты могут быть, потому что, опять же, в интернете много разных виртуальных клавиатур, на которых можно играть с помощью компьютерной клавиатуры. Но в данном случае есть большое отличие. То есть, нотстайпер распознает не только просто нажатие на клавиши, но также и силу нажатия. Это возможно благодаря тому, что одновременно с печатью на клавиатуре записывается звук с микрофона, и по громкости микрофона система определяет, насколько сильно клавиша была нажата. Конечно, это композиторы, для которых система может стать источником фактически нового какого-то материала, новой музыки. Можно музыку фактически создавать из текстов или прямо ее играть, импровизируя на клавиатуре. Ну и, конечно, для авторов текстов, которые могут озвучить свое произведение. Сделать видео с ним, так же, как сделаны, например, вот эти видеопримеры. И вообще посмотреть какие-то взаимосвязи, услышать их ухом, а не только видеть текстом или речью слушать. Для тех, кто, в принципе, хочет сразу рваться в бой, то есть попробовать вообще систему в работе, вот простое руководство по ее использованию. Сначала нужно откалибровать ее этой ссылкой, затем записать текст, и после этого вам, в принципе, сразу уже будет предложена возможность обработать эту запись и преобразовать ее в музыку. Я сразу покажу, как это делается. Нажимаем, во-первых, на калибровку. Обязательно здесь читать, на самом деле, все, что написано на экране, что многие просто в последнее время не делают, потому что система становится достаточно простым. В данном случае система не такая простая, и, например, ей нужно синхронизировать звук с клавиатурой, что многие браузеры просто не могут делать, потому что это нестандартное использование. И поэтому обязательно нужно сделать калибровку. Калибровку лучше делать в тихой комнате. И вообще при использовании системы нужно подносить микрофон ближе к клавиатуре или использовать встроенный микрофон ноутбука, потому что по корпусу хорошо передается звук клавиатуры. В данном случае для калибровки нужно около 10-20 раз громко нажать на любую клавишу, и система фактически увидит, в какой момент этот звук доходит до нее, с какой задержкой по сравнению с вступлением сообщений от клавиатуры. Вот сделаю это. Во время, в принципе, калибровки может возникать большое количество разных сообщений, ошибок. Обязательно их все прочитайте. Если вы можете поправить это, то лучше это сделать. В данном случае у меня микрофон просто настроен довольно тихо, и поэтому громкость получается невысокой. Но это не мешает, в принципе, в данном случае определить нормальную задержку. И в конце мне пишут, что рекомендуется использовать задержку в 40 миллисекунд. Значит, дальше переходим, собственно говоря, к записи текста. Рекорд. По умолчанию запись начинается с задержкой в 100 миллисекунд. И, в принципе, для большинства систем это нормально. Вот в нашем случае можно переключиться на 50 миллисекунд. Обратите внимание, что каждый раз... Ну, система вообще без логинов, без паролей, для того, чтобы было проще использование. И просто вам при записи нужно будет каждый раз не забывать переключиться на вашу задержку. Вот единственный момент. Вот. Значит, теперь, собственно, начинаем печатать текст. И сразу проверим две вещи. Кстати, система не использует повторение клавиш. То есть, грубо говоря, она блокирует. Вообще, клавиатура отправляет повторные клавиши. Когда мы зажимаем, например, одну клавишу, она повторяет. Здесь такого нет. То есть, это позволяет играть длинные ноты. И фактически приближает ее еще больше. Компьютерную клавиатуру к музыкальному инструменту. Собственно говоря, печатать текст нужно вот в этом окне. А здесь справа показывается, насколько много... Мы уже использовали буфера. На самом деле, этого буфера хватает где-то на час, на два, наверное, работы. Поэтому, в принципе, можно даже и не смотреть на его использование. Но если у вас большие длинные записи, то это поможет. И внизу мы видим уровень микрофона. Соответственно, если уровень постоянно очень высокий, это просто означает, что много очень шума. В данном случае я создаю шум своим голосом. И если кто-то рядом с вами разговаривает, это будет мешать, естественно, распознаванию громкости игры или печати на клавиатуре. Также, если пики достаточно низкие, даже не доходят до красного уровня, то это говорит о том, что, в принципе, у вас как бы снижается динамический диапазон. И в целом это не рекомендуется. Но у меня микрофон достаточно качественный, и это никакая не проблема. Так, теперь я напечатаю текст. Текст. Вот я напечатал какой-то текст. Начало и конец не важно. То есть, если была какая-то пауза в начале, это не важно. Здесь можно посмотреть, вообще, произошло ли что-то вообще. То есть, да, запись произошла. Это некий код системы. И здесь нужно ввести некое имя. Это будет у нас проверка. И можно сразу сделать бэкап-файл для того, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, например, у вас оборвется сервером или что-то еще, то у вас будет локальная копия вот этого текста со всей информацией, и, может быть, отправить администратору. Ну, теперь сохраняем, собственно говоря, в базу данных. И сразу переходим к странице настройки параметров преобразования в музыку. Можно нажать на имя, собственно, этой записи и посмотреть, что там вообще за текст. И внизу также видно, что есть уже некоторые комбинации готовых параметров, которые можно сразу взять и применить к этому тексту, нажав вот на этот значок копирования. Ну, в данном случае, в принципе, начнем с нуля. Параметры я буду рассказывать позже. Сейчас ничего менять я не буду. Использую стандартные дефолтные настройки. Нажимаю отправить, и мы сразу получаем какую-то обработку. Сейчас длинные ноты. Это громкие ноты, да? Ну, и потом постепенное увеличение. Сейчас поставлю на паузу. Значит, озвучивание тут идет, конечно, с помощью MIDI, такое не очень качественное, но можно уже потом экспортировать его в рабочую станцию и наложить качественные инструменты, что я, в принципе, и делаю во всех демо. И можно записать этот экран, и потом на видео, и связать это затем со звуком, получив качественный результат. Значит, что здесь вообще происходит? То есть, это совершенно какая-то дефолтная настройка, может быть, не подходящая конкретно для этой записи. Но здесь видно, что сначала я печатал быстро, затем стал печатать медленнее. Это пьяный ролл, кстати, да, если кто не знает. Это высота ноты, и слева направо идет время. Соответственно, вот эти вот линейки вертикальные, это секунды. То есть, длина нажатия клавиши T в данном случае одна секунда, и эта клавиша T попала на Sоль диез третьей октавы. Вот, соответственно, сначала я печатаю достаточно быстро, затем начинаю печатать медленнее и длиннее. Клавиши становятся длиннее, и затем я перестаю отжимать клавиши. То есть, вот здесь эта клавиша S, она тянется до конца нажатия вот этих всех клавиш, отжатия. То есть, они все отжимаются там примерно в одно время. Это показывает тоже возможность системы, то есть, можно фактически, вот я говорю, использовать как ее MIDI-клавиатуру. Ну, и здесь видно, значит, тест громкости, вот эти клавиши тихие, зеленые, а вот эти нажатия громкие, красные. Вот. Ну, и, в принципе, есть там какая-то более такая информация детальная по отладке. Можно посмотреть конкретные буквы, их громкость, в какую громкость она преобразовалась. Это медишная громкость. Вот здесь, например, можно найти самую громкую клавишу. Вот. Ну, нажатие это R. Да. Вот. Ну, это уже так для отладки. Вот. После того, как мы сделали эту запись, она появилась уже в списке записей всех. Они по умолчанию отсортированы по времени. И вот, собственно говоря, это наша запись. Здесь начало текста, который мы печатали. Кроме этого, можно нашу обработку, которую мы сейчас сделали, сразу тоже записать в базу. Save Coefficient to Database. Нажать, например, пример, назвать, например, пример обработки. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы затем в будущем, может быть, эту же обработку использовать для какого-то другого любого трека. Например, открываем трек вот этот. И нажимаем пример обработки. Мы загружаем сразу коэффициенты из этого примера обработки. Нажимаем отправить. И обрабатывается, соответственно, вот этот вот трек. Вот. Здесь же после обработки, собственно говоря... Кстати, можно вернуться к самой обработке, которую мы делали. Вот она, эта обработка. Ее же можно еще раз, ну, как бы отредактировать параметры, да. И можно сохранить MIDI-файл. Вот. Ну и, соответственно, этот MIDI-файл можно уже импортировать в другие программы. На этом на сегодня все. В следующих видео я уже перейду к самому интересному. Это обсуждение, собственно, самих параметров. Как можно настраивать обработку, чтобы получить разные результаты. И чтобы, собственно говоря, изучить различные закономерности в тексте, как это может отображаться на музыку. Вариантов очень много, на самом деле. Несмотря на то, что все они сейчас впихнуты в одну страницу, для того, чтобы глаза не разбегались. Но, на самом деле, каждый параметр, это, на самом деле, целый алгоритм. И мы посмотрим подробнее, как можно из этого получить какую-то пользу. Всем спасибо. Жду вас в своих следующих записях. Субтитры создавал DimaTorzok